Воскрес! Воскрес! Молодец! У вас дома такая книга есть? Нет! А вот купите её. В ней все ответы. Ты будешь очень умным. Ты будешь всё знать, Бог даст. Никогда с худыми мальчиками не знайся, с девочками. В школу и бегом домой. Никому в дом не заходи. Ни в всю машину не садись. Ворует, и мальчики и девочки пропадают навсегда. Просто береги себя. Пойдёшь? Мать с отцом-то верующая? Господи, слава Тебе! Вас не слышно, от вас микрофон далеко. Салам алейкум! Салам алейкум! Христос воскрес! Нету яйца, нету яйца. Вы не знаете, что отвечает? Нет, у вас микрофон поближе поднесите, потому что плохо слышно. Нет, не знаю, нет. Христос умер за наши грехи и воскрес. И вот сейчас Пасха у нас, это неделя, и 40 дней мы будем друг друга приветствовать. Не добрый день говорить, а Христос воскрес. А кому говорим, он отвечает, воистину, то есть здесь светильно воскрес. Это приветствие уже две тысячи лет. Два миллиарда и двести миллионов христиан так приветствуют друг друга. Всё, дед, буду знать. Да. У вас ещё микрофон... Мусульманин, ребят. Ну а мусульманин-то что, он разве не человек? Человек, но я вашу религию... Это что написано? Да, да, да. Так, а здесь что написано? Ой, я не понимаю. На 150 человек никто не знает. А эту книгу вы видели когда? Нет, не видел. Не видели. Не видели. А это священная книга, которая... Первая книга, в ней 77 книг, в корочках. 3600 лет назад написано. А Евангелие тысячу уже лет. Две тысячи лет. А мусульманство появилось на 600 лет позже. А вам сколько лет, дед? А сколько дашь? А сколько дашь? Ну, лет 60, наверное, больше. Правильно, 80. Правильно, 80. Это Господь говорит. Вы на наш такой ресурс, если бы зашли, вы все боитесь посмотреть. Называется «Во свете Библии» наш канал. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это меня звать так. И у вас откроется канал. Очень большой канал. 15100 роликов. У вас микрофон далеко. Почему плохо слышно-то вас? Это вы о чем, дед, только что говорили? Да не я говорил. Это у нас, мы строим деревню православную. У нас все снимается. Православная деревня такая. И все православные. Вот, я был начальник лагеря, 45 лет все снималось. Большая поездка была. Мы прошли, у меня одна книга, вы это написано. В 38-м бумажном варианте. Я решил подарить библиотекам мира. И мы прошли 6 мусульманских республик и Турцию. И в Турции были ордогена. Я везде дарил книги. Книги, библиотека. Продвинутый, дед, да, так? А? Продвинутый, да, дед? Ну, что значит продвинутый? Я христианин, я работаю, я много вел в разных институтах, там вел занятия. Нет, просто наши деды там в телефоне вообще не расстраиваются. Мы в доме мулы ночевали, в доме мулы ночевали, в Баку. В мещечь ходили, молились. А вы мусульманин? Я христианин, православный. Но у нас хорошее отношение с мусульманами везде. Мы проехали миссионерская поездка 120 тысяч километров. Понимаете, мы в Турции прошли, шесть мусульманских республик. И, ну, представьте, от Владивостока до Лиссабона, от Тихого до Алтанчистского океана. И у нас там везде встречались мусульмане. И ни один нам никакого зла не сделал. Относились все хорошо. Я еще могу сказать. Хорошие люди. Все, дай Бог вам здоровья, дед. Да, храни Господь вас. Если думаете по скайпу поговорить, Игнатий Лапкин. Только зарядите, вы на меня выйдете. Что-нибудь спросить, может, надо будет. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Все, счастливо вам. Да, вам тоже принять Христа и веровать, чтобы Царство Небесное получить. До свидания. Слава тебе, Господи. Доброго человека Бог послал. Ни голый, сидит, не валяется вообще. Замечательно. Я молился, чтобы Господь послал такого человека. Спасибо. Как дела? Да, слава Христу. У нас праздник большой, Пасха. Христос воскрес. Христос воскрес. Что отвечать надо? Воистину воскрес. То есть, действительно воскрес. Воистину воскрес. Было семь недель. Семь недель. Через четыре дня будет праздник. Значит, да? Так, вы поближе к микрофону. Плохо слышно вас. Плохо слышно вас. Я говорю, у нас скоро тоже праздник. А вы смотрите, правильно. Вот, вам такая книга известна, нет? Такая книга известна, нет? Что-то, Библия. Да. Вот, смотрите. Вот. Вы ее читали? Вы ее читали? Нет, у нас Коран здесь есть. Ну, а вы такое считали? Да, 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 да. А вот это считали? Что сзади написано? Там написано, тарджимату маанья или маанату рауя. Ну, считай. Ну, считай. Тарджимату маанья или гаарату рауя. Ну, ладно, ладно. Видишь, как хорошо знать, для чего человек живет. А если Бога не знает, никакой жизни-то и нету. Живет, как скотина. Да, правильно. Здесь, вот в этой рулетке, тут безобразие моря. Что делать? У вас голова ушла, не видно. Поднимите кверху голову. Вот так вот. Мы пришли сюда, проповедуем о Христе, чтобы люди покаялись, всякое безобразие творят. Чтобы души не погибли, в ад не пошли с сатаной вместе. Мы строим православную деревню. Вы опять ушли, вас не видно. В Бог куда-то ушли. Иисус воскрес. На истину воскрес. Слава Иисусу Христу. Спрашивает, говорит, а вы зачем здесь? Потому что много здесь безобразия, тьма кромешная. Содом и Гоморра. И мы пришли, чтобы людям возместить благую весть, которая четко прописана в этой книге. Свидетельство. Чтобы задумались. Все прелюбодеи, пьяницы будут в аду гореть. Вот интересно. Примерно 95% пьют и едят. Я спрашиваю, а почему пьете? А что нельзя? Ну, я просто спрашиваю. Никогда я этого не видал, чтобы так пили. Где-то вот в скайп заходят. У меня бывает два часа беседа в скайпе. Ну, люди отовсюду. С Австралии, с Америки, там выходят, Испании. Но никогда нету, чтобы пил кто-то один. А здесь почти 95%. Я говорю, почему? Потому что это блудная рулетка. Вы пришли для плохого дела. И внутри горит огонь блуда. И вы пытаетесь залить его. А как вы узнали? Нет. Ну. Потому что мне просто скучно. Да, вот. Понимаешь? Вы молодые, вам скучно. Вам что, 40 лет нету? А мне 80. И мне не скучно. Ну, конечно. Не скучно. Еще и в чат рулеточку залипаешь. Тебе вообще затруют весело, мне кажется. Мы свидетельствуем людям о скором пришествии Христа. Он воскрес. Сейчас появился ролик в интернете. Вы можете посмотреть. Называется интервью у дьявола. Прямо у дьявола. Нет. Дедуль, я в такую фигню вообще не верю. Нет. Ну, даже не веришь. Разве знания никак не помешают? Вы зайдите на наш канал. У нас канал огромный. Называется «Восвете Библии». 15100 роликов. Знаешь, во что я верю? Я вот верю, что мы не живем одни во всей Вселенной. Это раз. В это я верю. То, что есть другая жизнь еще там, где-то там. Потому что Вселенная большая и в ней галактик много. Правильно? Неправильно. Нигде больше нет жизни. А она будет жить в Царстве Небесном, когда всеобщее воскресение будет. Только тогда. Так написано в книге, которую я вам показал. И вот в этой книге одинаково. Так что не мудри. Так смотри. А кто ее написал? Дедушка. Ну ладно. Библию написали. Слушай внимательно. Писали ее святые божьи человеке, будучи движим и духом святым. В течение 1600 лет 40 авторов. А руководил рукой Бог. Да. Да. А Бог вообще как выглядит? Плохо быть неверующим. Он даже не знает, как Бог выглядит. Он ничего не знает. Как? В облике человека? Ну конечно нет. Бог есть дух. Он наполняет собой миллиарды вселенных. Он везде Бог. Нет того места во вселенной, где Бога нет. Он один. Дядечка, скажу вам одно. Знаете, почему придумали веру? Потому что человек без веры жить просто не может. А как же вы живете? Вот. Молча, спокойно живу. А как? А почему раньше до вас никто не жил? Я верю, что вы не силы, правильно? Мне же никто там не даст там не Бог там не плюнет мне там золотой слюной чтобы я там оп, чик у меня там все появилось. Правильно? Я же только зависит только от самого себя. Строй свою судьбу сам. Правильно? А вы не молитесь Богу? Нет, нет. Не молитесь. Ну поэтому у вас такое настроение в таком состоянии только одно. Где еще, говорится, нажрать себя надо упасть, бабу найти. Другого-то не счет. А рулетка только для этого и есть. Нет, нет. Вы не правы. Только не ругать себя попрошу чтобы нормально разговор был. Правильно? Я отвечаю. Да, конечно. Знаешь, дорогой, я Библию получил когда мне было 23 года и 56 лет занимаюсь и с ней живу. Я молюсь и Бог мне сразу отвечает. А до 23 3-х годов как вы мыслили? Я же знал, что Бог есть, есть суд Божий, есть будущая жизнь. Я буду в аду гореть, потому что я не знал женщин, я не знал материться. Мне 80 лет, я ни одного митерка не сказал. Я имел страх Божий, но я понимал, что я грешник. Где-то что-то не так сказал. А Христос умер за нас. И теперь веруя в Него мы имеем жизнь вечную. Он взял грехи мира на себя и искупил нас. Вот вы тоже не понимаете, я говорю, человек же грешен, каждый человек. Написано, все согрешили, все лишены славы Божией. Нет правдой ни одного 13-й 52-й Псалом. Это в Библии говорится. Вы новое ничего не скажете. Но Христос пришел и вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он умер за наши грехи и веруя в Него я получаю Избавителя. Мы верим во Христа. Он умер за нас и воскрес. Я же говорю еще раз вам. Человек просто без веры не может жить. Ему надо верить во что-то. Но как же коммунисты строили коммунизм во всех странах? Жили без Бога. Не может жить. Да живет еще лучше верующих. Потому что он ест и пьет что хочет. Никаких постов. А ну-ка вот давайте меня теперь послушайте. А которые там батюшки на всяких там Мерседесах, блядь. Я просил. Ой, нет, все, больше нельзя разговаривать с вами. Сквернословец какой. Христос воскрес. Христос воскрес. С праздником тебя, дед. Я отвечаю, Христос воскрес. Воистину воскрес. Правильно. слава Христу. Вот мы говорим по этой книге, что написано. Библия. Верующий дядька, да? Конечно. Дядька, откуда ты такой? Город Барнаул, Тайский край. Неоткуда? Я сижу на месте. В Барнауле был я, дядька, недавно, кстати. Только не ругайся. Разгружался. Я прошу, очень не ругайся. Я надобойщиком работаю. Вы можете разговаривать, ни одного мата не сказать? Не понял. Мы с вами разговариваем, чтобы вы ни разу не заругались. Можете? Извиняюсь, извиняюсь, простите. Я сам стараюсь верить. Вам это зачем? Нельзя ругаться. Во-первых, перед Богом это страшно отмечать. А во-вторых, это все записывается в интернете будет. Вы сами себя будете стыдиться. Христос воскрес. Воистину. Воистину воскрес. Христос воскрес. Поднимите голову повыше, чтобы видно было и побеседуем. Христос воскрес. Воистину воскрес. Прошло же. Воскрес же прошла. Нет, она 40 дней будет приветствия. Не прошла. До вознесения будет это приветствие через 40 дней. Так что все правильно. Мы здесь зашли в рулетку, чтобы людям рассказать о погибельности этого места. Мы считаем Псалтирь, Евангелие, отвечаем на вопросы. Если у вас все желания, на наш YouTube-канал можете зайти посмотреть. Очень большой. Во свете Библии называется. Зарядите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии Игнатий Лапкин. У нас 15100 роликов. Нашел, нашел. Ну вот последний, посмотрите. Какой последний ролик? В. Ну вот там час назад вышел. Это ищат рулетки. Я выставляю ролики. А дальше там беседа идет. А дальше увидите там я насчитывал жития святых. Еще один ролик стоит, считаю, Златоуста. Это Библия, Архипелаг, Гулаг. У нас очень и очень большой сайт есть. Не Ютуб, а через Гугл зайти. Сайт. Точно такие же слова. Во свете Библии Игнатий Лапкин. И там вы найдете все. 41 моих книги, которые вышли. Как деревню православную строим. вы правильно найдете для себя. А если нужно будет по скайпу поговорить, будут вопросы. Просто зарядите Игнатий Лапкин, я один с этим именем. Вы меня сразу найдете. Может вопросы есть какие. Повторите. Вы случайно на РЕН-ТВ не снимались? Случайно что-то непонятно. На телеканале никакого не были? Ну мой видеоканал он называется «Восвете Библии». Я больше нигде я не бываю. У меня своих ресурсов хватает. Даже в моем мире Мейл.ру Игнатий Лапкин. У нас там 22 400 фотографий наших. То есть очень полные ресурсы. Там государственные фильмы, снятые о нас, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Это не игра. Это очень... Вот 3 февраля было 40 лет мой брат родной, как он 40 лет священником. И сюда приехал к нам храм митрополит Алтайский Сергий. Служба как идет. Вы заледите митрополит и сразу найдете. Как у нас люди одеты, какой порядок. Вы больше нигде такого не найдете. У нас очень строго все. Как с детьми занятия идут. Ну просто надо увидеть это. А то не хотят... Вот сейчас только... Вот перед вами был «А батюшка с нами не бей». Я говорю «Я ничего не знаю, хоть расскажи. Надо сам узнаешь». Ой-ой-ой. Это как же так? А мне пришлось в пяти университетах вести занятия. Мы подготавливали людей. 500 часов подготовка. Правила, каноны говорят об этом. Епископ Нон говорит «Не скоро допускать приходящих от блудной жизни». Это у нас все в интернете. Все беседы, занятия, строительства, деревню с нуля строим. С нуля. Сами регистрацию получили, дороги строим, пруды возобновляем, храм построили. Мы людям показываем с чего надо начинать, как, какие трудности. 21 тысяча поселений исчезли в России. Это же не просто так, это же беда огромная. Люди постараются в город переезжать. Да. Кто-то у вас там разговаривал, у него вопросов нету? Нету. Нету. Ну, милости просим в гости на наши ресурсы. Запомните, по скайпу вы меня найдете сразу, если я потребуюсь. Храни вас, Господь. Нету побеседовать на духовной теме? Я еще раз вам скажу, православный церковь не рекламирует себя. Мы православные христиане. Я православный. Вот. Мы показываем людям священную книгу, которая открывает Господь путь в Царство Небесное. Блин. Я покажу, где я работаю. Давайте. Согласен? Да. Так, что там? Всероссийское добровольное пожарное общество. Северодвинское городское отделение. Меня вы этим не удивите. Я был начальником отделения на международной нефтеперегонной базе. Тут в городе никогда не увидишь такое. Христос воскрес! Да истинно воскрес!